Время продажи алкоголя в Алтайском крае все-таки хотят увеличить до 11 часов вечера, об этом пишут уже многие паблики. Но я так понимаю, вопрос еще не до конца решен, на какой стадии он сейчас находится. Большинство депутатов эту тему поддерживает, как минимум три фракции однозначно, но я думаю, что на самом деле даже не три, а четыре фракции однозначно. Поэтому шанс принятия очень велик, но еще раз говорю, что мы все-таки на апрельскую сессию заходим с комплексным законом. Могу сказать, о чем идет речь. То есть у нас предоставлено дополнительно, то есть у нас есть полномочия по определению времени, как я уже говорил, в рамках 8.23. Есть полномочия федеральная по ограничению площади минимальной для предприятия общественного питания, что мы уже несколько лет назад сделали, установив 30 квадратных метров для общепита. Много это или мало можно обсуждать, но все-таки 30 квадратных метров не самый маленький зал. Сейчас у нас появились еще, скажем, два основных полномочия. Это возможность ограничить продажу пива только в ресторанах, кафе, барах и буфетах. То есть вот такие четыре термина. Что это такое? Есть государственный стандарт метрологический, да, и там четко расписано все понятия. Что такое ресторан, что такое кафе, что такое бар, что такое буфет, что такое закусочное. То есть все определено, там целый комплекс всего. Ну то есть мы можем оставить только вот в этих четырех. Пиво и пивные напитки, будем говорить. Это наше право. Воспользуемся мы им или нет, это обсуждается. То есть имеется в виду общепитие, то есть имеются в виду не магазины, то есть это именно общепитие. То есть тогда, условно говоря, во многом уйдет, может быть, ситуация вот там с одним столиком, выносимым вечером и с большим вопросом по санузду, например, и прочим моментам. Это одно полномочие, которое нам дополнительно предоставляется. И второе полномочие у нас предоставляется на возможность регулирования розничной продажи в общепите, в многоквартирных домах, за исключением ресторанов. И вот здесь, скорее всего, из того, что мы уже обсуждали в рамках совещаний в комитете, в нашем профильном законодательном собрании, мы вот этим правом точно воспользуемся. И я думаю, что, скорее всего, будет речь идти о действительно запрете для общепита в многоквартирных домах, за исключением ресторанов. Ну и мы можем расширить эту, скорее всего, это будет еще кафе. То есть по кафе это почти ресторан, но там за редким исключением. То есть вот для этих учреждений, естественно, в жилых домах мы запрещать не будем. Ресторанами нам запрещено федеральным законом, ну и я думаю, что кафе мы тоже, конечно, трогать не будем из здравого смысла. То, что касается остального, мы, скорее всего, тем не менее, вот для этих кафе и ресторанов мы оставим без ограничения, по остальным будет ограничение по времени. То есть вот в целом мы хотим уравнять возможности для бизнеса и тех, кто работает в совсем малом общепите и для магазинов, и установить некое единое время предельное. И мое предложение, оно остается, я знаю, что оно поддерживается многими, это установить единое время вообще, кроме кафе и ресторанов, это может касаться и не только квартирных домов, сделать 23 часа. Не убьет ли этот закон маленькие наливайки, то есть некрупные сети, именно такие точечные? Мы при обсуждении уже привлекали и представителей наших сетей, именно тех, которые работают как раз в этой области. И мы слышим мнение от вот этого легального бизнеса о том, что они, во-первых, уже многие на сегодняшний день в многоквартирниках не работают позже 23. И они говорят о том, что в принципе по мелким торговым точкам, ну явно будет тенденция, да собственно говоря и собственники этих небольших торговых точек говорят, что в случае введения единого времени 23 часа, многие из них вернутся обратно в формат магазинов. Мы же понимаем, откуда это все взялось. Медицинское сообщество не поддержало инициативу по увеличению времени продаж алкоголя. Может быть есть какие-то аргументы, чтобы их убедить? Достаточно сложно то, о чем говорит медицинское сообщество, укладывать в рамки статистики, поскольку не подтверждается статистически то, что в тех регионах, в которых 23 часа ограничения, там больше употребления алкоголя, больше вообще заболеваемость или больше смертность, или больше отравления. Вот такой зависимости не просматривается. Мы, когда готовились к январьской сессии, я естественно, поскольку я сам врач по первому образованию, и специальность у меня общественное здоровье и здравоохранение, поэтому я все это дело просматривал. Предположения есть, то есть я понимаю настороженность коллег, что да, будут больше покупать и будут больше употреблять. Но могу сказать, что в Алтайском крае среднее количество приобретаемого алкоголя на душу населения ниже, чем в Сибирском федеральном округе, в среднем, или в Российской Федерации. Ну, это не говорит о том, что в Алтайском крае пьют меньше, чем в Новосибирской области, или в Томской, или в Кемеровской. Речь идет как раз о том, что это доля легального алкоголя, а остальное это все, это нелегальный алкоголь. И мы все это прекрасно понимаем. То есть мы зачем друг друга пытаемся обмануть о том, что вот так и так. То есть это нелегальный алкоголь. И я еще раз говорю, статистика, которая говорит о количестве, о росте, количество отравлений суррогатами алкоголя, она это как раз и подтверждает. То есть наша цель повысить легальный алкоголь и снизить тот суррогат, который, ну, особенно, к сожалению, в сельской местности, но в городе тоже хватает, который присутствует, скажем так, в домах и не только в домах у граждан.